Любой семейный конфликт Высочайшая привилегия христианина, человека Божьего, научиться прощать Я сейчас в горах на семейных семинарах, и вы знаете, собралось там 35 пар И в перерыве одна пара семейная сказала, вы знаете, в прошлом году Нет, в прошлый раз, когда проходили семейные семинары, мы с мужем хотели разводиться И мы сидели с ними кушали, и я говорю, что случилось? Она говорит, и мы попали на семейные семинары И говорит, что-то изменило нас И говорит, с тех пор, как прошли эти семинары, наша жизнь изменилась Мы просто находились в атмосфере, и мы начали понимать друг друга Мы увидели, что мы разные, и что наша семья, мы единственные друг у друга, и других у нас нет У нас нет никого другого У нас есть друзья, знакомые, которые приходят к нам в гости Перед которыми мы хотим показаться получше, красивее, для которых мы стараемся Но кроме нас, вот я и он, мы есть друг у друга И мы вместе, и что-то изменилось А парень у него такой, муж такой, ну знаете, из категории полуверующих То есть он верующий, потому что она верующая И вот они, он такой полуверующий Он верующий из-за жены И он говорит, знаете, когда я побыл на семинарах, у меня все переменилось в сознание По-другому стал смотреть на семью, на церковь, на себя, на детей Я вдруг увидел что-то другое И я бы хотел говорить о жертве Когда Бог Когда случился грех Адам и Ева согрешили И они обнаружили, что они голые Помните, они спрятались от Бога Они прятались от Бога, они скрывались от Бога И Бог пришел, и они покрылись листочками И они стояли, и говорили, это не я Он на жену говорит, это она, ты мне ее подсунул, Бог, ты мне ее дал А жена говорит, это не я, это сатана, меня, змей А змей такой говорит, а я что, я змей всего лишь, я рекламный агент Я сам, не я же ел яблоко, или там Не я этот плод вкушал, а кто-то другой вкушал И Бог выгоняет их из Едема Но перед тем, как их выгнать, Он делает интересную вещь Он дает им одежды Из чего одежды были сделаны? Кожа, кожа на животных Произошло впервые в истории Когда какое-то животное пострадало Кто-то пострадал, чтобы кому-то стало лучше Кто-то умер, ягненок ли, и отдал свою жизнь Чтобы человек прикрылся его кожей Впервые в истории, об этом там не сказано много Я не знаю, почему Моисей не уделил этому внимания Но каким-то образом Господь пришел к животному И он забрал его, убил Ну, наверняка он умер Снял шкуру, обработал, дал им одежды И они оделись впервые в чью-то одежду Покрыть Была совершена первая жертва Вы помните Кавеля и Аина? Два брата Они оба принесли Господу Каин принес от земли Овощи, рис или еще что-то принес А Авель принес от стада своего, ягненком И Бог презрел на жертву Авеля И сказал, о, вот это мне нравится Каин разозлился Из-за того, что Бог презрел и убил Авеля Но Бог обратил внимание на жертву Авеля Она была особенная Бог сказал, вот это жертва особенная Когда кто-то отдает жизнь свою Иисус Христос стал жертвой Он стал жертвой за всех, за нас Чтобы мы не умерли, но имели вечную жизнь Писание его сравнивает с ягненком, агнцем Овечкой без порока, без пятна Он стал жертвой Умер за всех нас Мы часто жертвуем Приносим жертвы Господу Мы говорим, вот мои финансы жертвуем Вот мои плоды земли Вот то, что у меня Я жертвую тебе, Господь Кто-то жертвует своим временем Он приходит и говорит, я буду служить Я жертвую, отделяю часть времени В семье Как никогда Я уже 20 лет пастором Кто из вас женат или замужем? Руки поднимите Большинство Я обнаруживаю Как за последние 10 лет Количество семейных конфликтов Было, конечно, оно было Но оно стало вот таким образом Как будто бы, как будто все взбесились Как будто, вот знаете, обострение весеннее и осеннее Как будто вечно весеннее и осеннее обострение случилось Конфликты Он, он, она, она, он, он, она, она, это он Они возмущены, они сопротивляются И я думаю, Господи, что происходит? Я уже 21 год пастором И я вижу, как больше и больше нарастают конфликты Дети и родители, родители и дети Муж, жена, да, да, она И я думаю, Господи, ну как же, почему? И недавно я получил интересное откровение Что никто не хочет принести жертву Они друг друга тычут пальцами И говорят Ты должна А она говорит Не, 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 это ты должен Ты должен И они оба с ножами стоят Готовы перевнести В жертву друг друга Ты будешь, нет, ты будешь жертвой Я тебе говорю, я тебе говорю И вот это И потом приходит ко мне Пастор И знаешь, что интересно? Отдельно друг от друга Поговори с моей женой Я говорю, что она вообще С тесаком ходит Меня в жертву хочет принести Она больная Полечи ее, пастор Дай какие-нибудь таблетки духовные Несколько местописаний Помолись за нее с возложением рук Да покрепче помолись за нее Приходит она Она говорит Он вообще Пастор Он больной человек Я смотрю И думаю, Господи Куда катится мир? Что это такое? И я понимаю, что никто Не хочет Принести себя в жертву Не, ну что за глупости Принести себя в жертву? Мы готовы кого-нибудь принести? Даже Бог Аврааму сказал Не себя принести в жертву А кого? Сына Но в действительности Авраам принес в жертву себя Помните, когда его любовь Была настолько сильная Что он стал забывать Бога И когда Бог сказал Принести в жертву сына Бог имел в виду Принести в жертву эту любовь И он повел его Три дня вел Положил на этот жертвенник Все сделал А сын такой Папа, а кого мы будем убивать? А кто будет жертвой? И вот он лежит на жертвеннике Поднимает нож свой И внутри него все умирает И Бог говорит Опа! Не надо делать вреда мальчику Это не я, Господи Вред хотел Ты же хотел Он принес в жертву Свою внутренность Принесите жертву В Священном Писании Откроем Римлянам 12 главу Будьте любезны Откройте Римлянам 12 глава Потрясающая глава Он говорит С первого стиха И так умоляю Апостол Павел Всего несколько раз Сказал слово Умоляю Умолять это просить Настойчиво С мольбой Интенсивно Просить Бога Просить Что-то особенное Он говорит Я умоляю вас Милосердием Божьим Предоставьте себя Подчеркните слово себя Дорогие жены Не мужа Мы готовы переменить Предоставьте мужа В жертву живую Предоставьте себя В жертву живую Святую Благоугодную Для разумного Служения вашего Не сообразуйтесь С этим веком Но преобразуйтесь Обновлением ума вашего Дабы вам познать Что есть воля Божия Благая Угодная И совершенная Путь к познанию Воли Божией Начинается С предоставления Себя В жертву Предоставь Себя В жертву Любой Семейный конфликт Легко разрешается При одном условии Когда кто-то В семье Принимает решение Стать жертвой У нас есть такое Нарицательное выражение Я что жертва что ли здесь Вы что из меня Жертву хотите сделать Если бы Иисус так рассуждал Он бы никогда бы не пошел на крест Но он стал жертвой Аминь или нет Драгоценный Быть жертвой Жертвой Принесите Богу Жертву хвалы Жертву благодарения Жертву общения В Библии Не только жертвы Животные Если ты как животное То да Передставь себя В жертву живую Как решаются Семейные конфликты На семинарах Я сделал такое Знаете Предложение Я сказал Вы знаете Что каждой семье Есть свой запах Вот вы наблюдали Заходишь в чей-то дом У кого-то раз зашел Пахнет борщом К другим зашел Баранина и козы Просто Каждой семье Свой запашок Свой оттенок Где-то все время Пельменями пахнет Вот разные запахи В каждой семье В каждой семье Есть свой борщ Или свой суп варят И вы знаете Что интересно Что чтобы сварить Семейный суп Я не говорю о еде Я говорю об атмосфере Необходимо Послушайте Необходимо Чтобы каждый Что-то привнес Каждый Что-то положил В кастрюлю И не просто Все смесили Вот так разом Кто из вас Любит печеньки Кто не любит Вы просто Не ели В вкусных печеньях Вот из чего Печеньки делают Женщины Подскажите мне Мука Масло Сахар Яйца И так далее Кто-то Творог Добавляет Кто-то Уксус Смотря Для кого Делаешь Вот знаете Есть разные Ингредиенты Они Сами по себе Несъедобные Ну Не придут же Гости Ты им положил Такую тарелку Здесь мука Здесь соль Сахар Масло Разбитое яйцо Сода немножко И капля уксуса Где-то там Ты говоришь На, ешь Если хочешь Я смешаю Для тебя На тарелке Давай Хочешь Я вот смешаю Брошу куда-нибудь Подогреться Ингредиенты Невкусные Они несъедобные Но если Хорошо Умело Приготовлены Ингредиенты Получается потрясающий Вкусноты Продукт В каждой семье Готовится свой суп И вы знаете Что интересно Участие Каждого человека В приготовлении супа Определяет Конечный результат Получится Или нет Будет ли Атмосфера Потрясающая Вкусная Будет ли Вожделенная Желанная Семья Или будет Противная Недоделанная Вот мы были Там в гостинице Советского типа В горах И там нам дали борщ А я долго искал Мясо в кастрюле Я обнаружил Что мясо Чудным образом Испарилось Его просто нету Его нету В кастрюле Я подумал Какие великие Советские женщины Которые без мяса Делают борщ Это уникально А масло плавает Непонятно откуда Приготовить Приготовить Семейное блюдо Приготовить Атмосферу В своем доме В некоторые дома Заходишь Запах Уксуса Яда Ртути Запах Каких-то обид Запах Слез Запах Ругани В атмосфере Заходишь У вас было такое Ты приходишь в гости И муж с женой Не понимая Что Даже они не думают Что гость есть Он говорит Ну что ты Что ты здесь делаешь Иди туда А ты сам такой И ты сидишь в гостях Какое небо голубое Они даже Все нормально Все нормально У вас было такое Когда-нибудь Когда ты попадал Приходил в гости А там ругачка Ну такая Небольшая Трехминутная ругачка Они поорали Потом все нормально А тебе Как-то не очень Вот не очень Что они поорали Ладно Порали тебе Когда тебя нет Хоть бы сделали вид А они даже Не замечают Что они орут Это у них Такая атмосфера Однажды мы с детьми В такую семью попали Они говорят Что они разводиться Собираются Я говорю Нет детки Они просто Так живут Это их стиль жизни Они так любят Друг друга Погавкают Понюхаются И все нормально Атмосфера Если вы хотите Добиться чего-то В семье Необходима жертва Как решается конфликт Конфликт семейный Не тогда Когда кто-то говорит Давай ты Ты Нет ты Нет ты Нет ты Давай жертвой становись Ты будь жертвой Давай Давай И когда Гордость Упорство Несогласие Борьба Сопротивление Когда они По две стороны Баррикад И друг друга Вметают Вот эти бутылки С зажигательной смесью Кидают друг друга И когда попадают Ха-ха-ха-ха Я попал Бум Комнем Ай-яй-яй Жертва Иисус Чтобы примирить Небо И землю Стал Жертвой Еще раз Иисус Чтобы Помирить Нас И небо Стал Жертвой Чтобы Чтобы в семье Что-то происходило Кто-то Должен сделать Первый шаг Стать Жертвой Я могу Развестись Или нет Что случилось Она мне изменила Да ты можешь По Библии Если она изменится Или если он изменит Ты можешь Развестись И Все нормально Начинай новую семью Но теперь Другой вопрос Но есть другой путь Высокий путь Небесный путь Когда ты Прощаешь Но она же Она же Он же Она же Он же Да-да-да Он же Она же Но ты идешь Не земным путем Правосудия А идешь небесным путем Жертвы Что я всегда должна быть жертвой Я всегда жертвой Пойми Что твоя жертва Производит нечто Там где есть жертва Туда приходит Дух Божий Помните когда Давид Понес ковчег К себе В Иерусалим И не приносил жертвы А так просто веселился И умер Озия Помните этот случай Потом он отдал В дом одного парня Тот дом стал процветать И Давид снова решил Взять себе ковчег Потому что Все таки надо Чтобы его дом процветал И что он стал делать Каждые шесть шагов Раз, два, три, четыре, пять, шесть Жертва Шесть шагов Жертва Шесть шагов Жертва Жертва До Иерусалима далеко Километров двадцать Каждые шесть шагов Жертва О Боже Что это с Давидом случилось Он понял Там где есть жертва Туда приходит Нечто особенное Приходит Благодать Аминь или нет Драгоценный Если есть жертва Что такое конфликт Я тебя Ты мне Ты я тебя Ты мне И когда перестает Кто-то говорит Пусть я буду Обиженным Че ты Обиженный Опущенный что ли Нет Я как Христос Я принимаю Решение Закрыть рот И прощать Аминь Женщины почему-то Говорят аминь Для мужиков Это сложно Сейчас Только Александр Федорович аминь Кнул здесь Тихо так Аминь так Это высокий путь Иисус стал жертвой Иисус спустился И умер Чтобы стать жертвой За всех нас Люди В этом великая сила Быть жертвенным Это не просто Отстегивать десятину И говорить Господь на тебе десятину Это чуть больше Внутри умирать Принесите себя В жертву Живую Не то что Умирать тебе нужно Но я Становлюсь жертвой В семье Моя мама Потрясающий пример Жертвенности 22 года Она жертвовала Собою Ей многие сказали Разводись Ты уже хватит Она говорит Нет А я и дома Будем служить Господу И проходя через все конфликты Обиды Унижения Предательства Она говорила Я вытащу Моего мужа Из ада Вы знаете Она победила Это высокий путь Есть низкий путь Просто Да пошел ты Конечно По закону Ты можешь сказать Да пошел ты И закон скажет Тебе нету вины Но что ты скажешь Иисусу Когда будешь смотреть Ему в глаза Он бы мог Спокойно Посмотреть на тебя И сказать Да пошел ты Но он не сказал так Он умер Научиться прощать Я думаю Что это высочайшая Высочайшая Привилегия Христианина Человека Божьего Научиться Прощать Последнее время Люди будут горды Напыщены Злоречивы Надменные Уферты Наглые Хамовитые Само-само-само Потребители Несокрушенные Несокрушенные Самоуверенные Принеси себя в жертву Хорошо Я буду жертвой Кто не скажет Я буду жертвой Пусть Пусть Я страдаю Вы знаете Когда ягненка Вы когда-нибудь Вот вы здесь Много славян Свиней Когда-нибудь Кто-нибудь Резал Или нет Кто когда-нибудь Свиней Резал Ужас Я видел Как ягненка В жертву Он просто Вот так лежит Я готов Он даже Не двигается Он Убивайте Меня Свинья Жене Хо-хо-хо Говорят Что свинья Утром Чувствует Что сегодня Зарежут И они Орать Начинают Я умираю Я умер Я жертва Я жертва Знаете Такие Свинские Жертвы Я в этом доме Жертва Я все время Страдаю Я все время Мучаюсь Я все Я не могу Больше так жить Знаете Такие Свинцы Когда он Орет Что он Жертв Он Бизжит Пищит И уже Да умерла Бы Ты Нет Бли 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 Свинские Такие Жертвы Которые Она нечистое Животное Она орет Всем Я Я в этом доме Единственный Человек Которые Мучаюсь Я Страдаю В этом доме И думаю Да в конце концов Мне рассказывали Как четыре мужика Одну свинью Пытались резать Это ужас Ее за лапу Вот так растянули Она орет Визжит За что Да еще поймать Надо Вот И Вся Улица Слышит Что кто-то Там Умирает И она Орет Я жертва В этом доме Я уже устала Ужас И вроде Жертву принесли Но такое ощущение Что все думали Наконец-то Вот есть Такого рода Жертвы Которые Вроде Жертва Ощущение Настоящая Жертва Это когда человек Ломает себя Сокрушенный Дух Смиренное Сердце Сокрушение Это Настоящая Жертва Это жертва Которая Нравится Богу Мы часто Готовы Отстегнуть На я пожертвования На вот это Я вот это Ну что еще А настоящая Жертва Это когда В семье Начинается конфликт И кто-то Говорит Я жертва И просто Молчит И принимает Ты во всем Миновата Окей Ты такая Прости Ты Да Окей Хорошо Я пойду Но если В семье Человек Который Делает Жертву Что-то Происходить Начинает Дух Божий Приходит На жертву Люди Дух Божий Приходит Там где Жертва Есть Настоящая Чистая Жертва Любви Жертва Общения Жертва Дух Божий Приходит В тот Дом Где Есть Жертва И люди Которые Находятся Там Они Постепенно Меняются Мы Уже Годами Двадцать Лет Не Можем Нормально Жить Милая Милый Принеси Себя В жертву Живую И тогда В вашем Доме Все Изменится Люди Вокруг Меняются Не Сможет Он Не Сможет Он Уничтожать Тебя Всю Оставшуюся Жизнь Если Ты Себя В жертву Принесешь Человек Меняется Там где Герои Которые Принесли Себя В жертву Спасая Других Мы Слышим Много Историй Когда Человек Спасая Других Сам Погиб И мы Герой Иисус Первый Такой Герой Спас Нас Сам Погиб Когда В семье Кто-то Говорит Я Принимаю Решение Прощать Не Все Люди Могут Прощать Послушайте Не Все Не Все Люди Могут И Способны На Прощение Не Все Не Всем Это Дано Иисус Однажды Иисус Говорил Нагорную Проповедь Давайте Прочитаем Нагорную Проповедь Потрясающие Слова И Я Буду Читать Евангелие От Матфея Евангелие От Матфея Шестая Глава И Буду Читать С Шестого Стиха Ты же Когда Молишься Войди В комнату Твою И Затворив Дверь Твою Помолись Отцу Твоему Который Втайне И Отец Твой Видящий Тайное Воздаст Себе Явно И Молясь Не Говорите Лишнего Как Язычники Ибо Они Думают Что В Многословии Своем Будут Услышаны Не Уподобляй Не Повторяй За ними Ибо Знает Отец Вас В чем Вы имеете Нужду Прежде Вашего Прошения У Него Молитесь же так Отче Наш Сущий На Небесах Да Святится Имя Твое Да Придет Цар Святой Да Будет Воля Твоя И На Земле Как На Небе Хлеб Наш Насущный Данная На Этот День И Прости Нам Долги Наши Как И Мы Прощаем Глажникам Нашим И Не Вди Нас Воискушение Но Избавь Нас От Лукава Ибо Твою Сар Свои Силы И Слава Веки Аминь И дальше Он говорит Потому Что Иисус Потому Что Посмотрите Там Слово Ибо Потому Что Потому Что Если Вы 14 Сих Будете Прощать Если Вы Будете Прощать Если Вы Будете Прощать Не Все Люди Способны Прощать Он Говорит Если Вы Будете Способны Прощать Людям Согрешений То Простит И Вам Отец Ваш Небесный Мы Иногда Готовы Простить Человека Если Вот Он Сделал Ему Плохо И Мы Готовы Его Простить А Если Он Тебе Плохо Сделал Здесь До Прощения Далеко Здесь Нужно Разобраться Если Вы Будете Прощать Согрешения Простит А Если Не Будете Прощать Людям Согрешения То И Отец Ваш Что А Если Я буду Каяться Господи Прости Господи Прости Господи С утра С утра До Вечера Но Иисус Христос Сказал Если Ты Не Будешь Прощать Это Иисус Догорная Проповедь Новый Завет Ни Одна Твоя Молитва Покаяния Не Будет Услышана Оп Это Серьезно Это Иисус Сказал В нашей Доктрине Просто Скажи Господи Прости Господи Прости Все Будет Хорошо А в Его Доктрине Немножко По-другому Он Сказал Люди Если Вы Не Прощаете Людям Если Вы Не Способны Прощать Как Вы Можете Рассчитывать На Прощение О Как Тихо Стало Да Прощать Прости Мне Долгий Наш Прости Мне Мои Долги Точно Так же Господи Как И Я Прощаю Должникам Моим А Как Простить Измену Как Простить Предательство Как Простить Петра Который Отрекся Как Простить Людей Которые Кинули Как Простить Врагов Конечно Тут Нужно Стать Жертвой Принесите Себя В Жертву Живую В Наш Век Потребительства Об Этому Некрасиво Думать Что Значит Себя Принеси Кого Нибудь Жертву Когда Мои дети Сражаются Это я Это он Это я Это он Это он Это он Нет Это он Я не делал Я ничего Это он Все И врут Сдруг на друга Смотрят И врут И мне врут И перепинываются Это он Сказал Это он И такие слезы Как будто бы Они оба правы Побеждает Тот Кто Становится Жертвой Лучше Остаться Обиженным В Писании Сказано Иисус Христос Принял На себя Пусть Я Буду Виноватым Все Перекидывали Адам Держал Вину Грех И он Сказал Как Горячий Камень И он Кинул Еве Ева Схватила Она Дьявол А дьявол Обрять Адам Они Перекидывали У кого Взорвется А Иисус Христос Взял И сказал Я беру Бамс Умер Хотя Это не Его Вина Это Не Его Грех Это Не Его Наказание Есть Высокий Путь Есть Низкий Путь Люди Которые Способны Прощать Они Ходят Высоким Путем Я Видел Женщин Которые Прощают Своих Мужей Зменников Я видел Мужчин Которые Прощают Своим Женам Изменниц Они Умеют Ходить Высоким Путем Я В своей Практике Видел Людей Которые Не Способны Простить Не То Что За Измену За Слова Они Не Способны Прощать Быть Христовым Значит Иметь Христов Характер Быть Похожим На Него Он Способен Прощать А если Ты Не Способен Прощать То Не Простятся Тебе Твои Грехи Не Так Просто Прощать Я Понимаю Зрелость Духовный Рост Возраст Это Когда Ты Способен Делать Божьи Дела И Поступать По Божьему Мы Должны Иметь Те Же Переживания Чувствования Которые Имел Христос Аминь Или Нет Драгоценного Я Хочу Прочитать Одно Место Из Библии Если Возможно Музыкант Пусть Придет Откройте Вместе Со Мною Псалом 50 Псалом 50 Стих 19 Я Хотел Чтобы Вы Подчеркнули Своей Библией Это Место Очень Простой Стих Мы Хотим Богу Жертву Принести И Он Говорит Здесь Жертва Богу Подчеркните Жертва Господу Дух Сокрушенный Сердце Сокрушенного Смиренного Я Не Отвергну Не Буду Презирать Сердце Смиренного Ты Боже Не Отвергнешь Настоящая Жертва Дух Сокрушенный Когда Человек Готов Сломаться Вы Хотите Сильную Семью Научитесь Сломаться Оставлять Свой Интерес Создать Атмосферу Неядовитую Атмосферу Любви Но Мой Муж Неверующий Но Не Убивай Его Муж Неверующий Освещается Женой Верующей Потому Что Она Способна Приносить Жертву Верующий Человек Он Должен Научиться Приносить Жертвы Жена Неверующая Ты Приносишь Тебя В жертву Че Она На мне Ездить Будет Нет 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 Ты Приносишь Жертву И Прощаешь И Тогда Ты Обнаружишь Как Бог Прощает И Присутствие Божье Приходит В твой Дом Многие Сегодня Ищут Своего Они Научен На семинарах Я победитель Я все могу Все под ногами Моими Даже Жена И Дети Халилюя А Жена Смотрит На мужа И говорит Повергаю Дьявола Связываю Его И Кричит Отойди От меня Сатана Быть Христовым Это значит Носить Дух Божий Сокрушенное Сердце Сокрушенный Дух Он Не Отвергнет Таких Людей Тебя Обвинили На работе Оскорбили Ты можешь Конечно Разборки Устроить Но Христов Дух Так Не Делает Благослови Лучше Остаться Униженным И за это Унижение Господь Возвысит Смиритесь Под крепкую Руку Божью И он Вознесет Вас Тебя Обвиняют Несправедливо А он Говорит Радуйтесь И веселитесь Чему Радоваться Меня Унижают Радуйся И веселись На вас Давят Вам говорят Что вы Плохие Стань Жертвой Как Хрисос И ты видишь Все изменится Вокруг В семье Может быть Счастье И благословение И радость В моем доме Моя жена Чаще становится Жертвой Она принимает Решение Я так благодарю Бога За этого Жертвенного Агнца Она Она принимает Решение Я понимаю Что благодаря Ее жертве Я во многом Изменился Она могла бы Спорить И доведить Доказать Но она Принимает Решение И все Меняется Атмосфера В доме И может быть У меня есть Иллюзия Что я прав Но я понимаю Что это Всего лишь Иллюзия Вот эти ситуации Когда ты Способен Сказать Я готов Я готов Остаться Обиженным В этот Самый Момент Дух Божий Приходит В твой дом И в твою семью Я верю В сильные Семьи Если хоть Один человек Согласится Иногда В семьях Мужья В семейных Очах Ничего не Кидают Жена И мясо Кинет И лук Кинет И это Кинет И картошку Кинет И все Кидает В этот Борщ А он Он ничего Не кидает Он Раскидал Своё мясо Свой лук На работе Раскидал Капусту С друзьями Капусту А он Он там Все И приходит Домой Ничего Не принося В дом Мудрая Жена Не даст Виду Что он Ничего Не вложил Ты скажешь А сколько Так будет Продолжаться Если ты Это делаешь В сокрушении Рано или поздно Он перестанет Так делать И он Начнет Приносить Хоть Немножко Все Подвержено Изменениям Сколько Раз Нужно Быть Жертвой Сколько Раз Прощать Иисус Он Говорит Каждый День 490 Раз 7 Умножить На 70 Я думал 7 раз Хватит Нет Нет 490 491 Раз Прощать Уже Не надо Ты можешь Спокойно Сказать Все Теперь Не Прощаю Если Посчитать Это Почти Каждые Несколько Минут Прощать Вот Каждые Несколько Минут Прощение Ну-ка Поделите 12 часов Умножьте На 60 Минут 12 Умножить На 60 И разделить На 490 Сколько Получается Мне интересно Сколько Раз Сколько Минут 12 умножить На 60 Разделить На 490 Сколько Получилось На 490 Сколько Полторы Каждые Полторы Минуты Каждые Полторы Минуты Прощать Грех О боже Мой В течение Всего Дня Вот это Быть Настоящей Жертвой Может быть Ты думаешь Если ты будешь Возмущаться Кричать Бороться Биться Унижать Что-то изменится Ты глубоко Заблуждаешься Ничего Не изменится Жертва Писание говорит Женщина Будьте Кроткого Молчаливого Духа Вы можете Спасти своих Мужей Спасти Атмосферу В доме Да Может быть Он думает Что он прав Но ты поступаешь По Божьему Становишься Жертвой Как Христос И Дух Святой Приходит На это Мой отец Был Сильный Гордый Самоуверенный Надменный Он знал Что он знает Все И он знал Что Бога нет Моя мама Была всегда Жертвой И она Уходила Уходила В слезах Плакала И молилась Ванне 22 года Он приходит И говорит Иисус Прости Мне Мои Грехи Кто-то Приносил 22 года По 490 Раз Эти жертвы И через 22 года Эти жертвы Были Услышаны И дьявол Отошел От него И он сказал Иисус Прости меня Прости мне Мои грехи Настоящий Характер Жертвенный Аминь Драгоценный Может быть Ты требуешь Чтобы он что-нибудь Принес В твой Суп Домашний Ну неси же Давай Давай А он не хочет Нести Мать Тереза Сказала Если я буду Делать добро И меня будут Отвергать Я все равно Буду делать добро Если я буду Делать добро И меня будут Подозревать В каких-то Мотивах Я все равно Буду делать добро Что бы ни случилось Я все равно Буду делать добро Я все равно Буду делать добро Десять заповедей Матери Терезы У тебя есть Да? Это потрясающие Заповеди Люди бывают Неразумны Нелогичны Эгоистичны Все равно Прощайте им Это десять Заповедей Матери Терезы Если вы проявили доброту, а люди обвинили вас в тайных побуждениях, все равно проявляйте доброту. Если вы добились успеха, то у вас может быть много мнимых друзей, а настоящих врагов и настоящих врагов, но все равно добивайтесь успеха. Если вы честны и откровенны, то люди будут обманывать вас, но вы все равно будьте честны и будьте откровенны. Если вы строили годами, то это может быть разрушено в одночасье кем-то, но все равно продолжайте строить. Если вы обрели безмечежное счастье, вам будут завидовать, все равно будьте счастливы. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди забудут завтра, все равно творите добро. Делитесь с людьми самым лучшим, что есть у вас, и это никогда не будет достаточно, но все равно делитесь самым лучшим, что есть у вас. В конце концов, вы сами убедитесь, что все это между вами и Богом. Все равно это никогда не было между вами и ними. Все, что ты делаешь, делай как для Господа. Продолжай делать добро в своей семье, продолжай умирать. Принесите себя в жертву живую, и тогда познайте волю Божию совершенную. Аминь, драгоценные. Когда случаются разводы в семье? Разводы случаются тогда, когда оба партнера не способны жертвовать. Когда они готовы искать своего. Стоит одному человеку, мужу или жене, сказать, я не буду искать своего, я буду искать Божьего. И семья спасена. Только одному. Не нужно, чтобы было две жертвы. Давай так, я половину, ты половину. Одному достаточно. В семье нужен всего лишь один, который готов стать жертвой. Всего лишь один человек. Всего лишь один. Мы ищем своего, а не Божьего. И Богу это не нравится. Но когда мы ищем Божьего, Богу это нравится. Я верю в сильные семьи в церкви. Я верю в сильные семьи в вашей жизни. Я верю, что ваши дети будут жить в атмосфере мира. Когда кто-то из партнеров распыляется гневом, я верю, что кто-то другой будет останавливать этот гнев, становясь жертвой. И дети будут видеть пример. Я с детства видел пример. Когда папу разносило, мама становилась жертвой. Она молчала, она плакала. Она говорила, да, я во всем виновата, пусть будет так. Она входила в ванну. И целый час там была, я знал, что она там молится. И в моем сознании росло, что есть люди высокого духа. А есть напыщенные, наглые, амбициозные, которые хотят только своего, не Божьего. И мне было стыдно за отца. Я гордился. Я рос в этой атмосфере. Ваши дети смотрят на вас. Они смотрят на вашу способность прощать. Смотрят, способны ли вы вмещать. Они смотрят, способны ли вы быть похожими на Христа. Мы часто готовы принести кого-то в жертву. Вместо того, чтобы стать самим жертвой. Я верю, что в этой церкви люди будут способны переносить себя в жертву. Вживую. Встаньте, пожалуйста. Недавно меня по центральному казахстанскому каналу показали. И у меня это видео есть, потрясающее видео. И говорят, смотрите, Максим Максимов, он обладает таким чем-то, что когда находишься в его присутствии, как там сказано? Потоки счастья и благодати тебя. Там сказано, будьте осторожны. Стоит только туда попасть, и вы уже себя не контролируете. Вам хочется что-то изменить в своей жизни. Вам хочется стать... Это мирской канал. Будьте осторожны. Главный, самый опасный сектант Казахстана. Я смотрел, я думал, Господи, Боже мой. И вас там показывали. Вот они, смотрите, эти люди, которые подпали под влияние. Знаете, я думаю, что когда кто-то приносит жертву, вот это счастье и благодать, оно приходить начинает. В дома, в семьи. Когда я прихожу домой, мне хочется идти домой. Мне хорошо в доме моем. Мне хорошо дома быть. Я люблю дома быть. Мне даже в поездке не нравится ездить. Многие меня не понимают, как я и не хочу. Я хочу дома. Мне так дома хорошо. Атмосфера любви, счастья, жена рядом. Мне хорошо быть с нею. Вы знаете, вот уже 21 год проходит. И говорят, что после 20 лет, когда душа в душу люди живут, у них вырабатывается такое же вещество, которое вырабатывается у наркоманов. То есть вот почему наркоман? То есть ему нужно вот это чикс, и у него раз вот это счастье. Я не знаю, может быть, Вадик больше расскажет об этом. Но что-то там происходит. Начинает счастье. И говорят ученые, что у семейных пар, которые прожили больше 20 лет, тот же самый. Вот такой же вырабатывается. И я когда вижу мою Ларису, у меня счастье внутри. Полное счастье. Я просто такая радость. И я просто, да я даже не знаю, от чего я счастлив. Я просто нехорошо, что она у меня есть. И мы уже стареем. Я уже смотрю в зеркало, думаю, боже мой, где тот красавчик? Я понимаю, что он спрятан под слоем жира где-то там. Но я с ней нахожусь, и мне так хорошо. И тепло. И вот это, знаете, вот это ненапряжение. В семьях напряжение. Когда жена воспитывает мужа, и целую неделю у них напряжение в семье. Такие колючки. Она ежиком. Он маленьким дракончиком огонь пускает на ежика. Дети-черепашки-ниндзи. И они все такие колючие. Какая-то семья, суперсемейка, друг друга мочат и бьют. Или как свинья. Я умираю, и в этом доме умираю. И все время умирает, да сдохнула бы уже. Это великое счастье. Когда вы научитесь приносить жертвы. В первую очередь в своем доме. Сами становясь жертвами. Это путь Христов. Аминь, драгоценный. Партнерство Бога и человека помогает сегодня менять реальность многих людей. Партнерство – это огромнейшая сила. В партнерстве есть что-то невероятное. Муж и жена – они партнеры. Партнеры в явлении славы Божьей. Вместе муж и жена могут сделать много великого, если они будут поддерживать друг друга. Благословенная жена, благословенный муж, благословенные дети. Партнерство имеет невероятную силу. Бог Отец послал Сына Своего на эту землю, как партнера, который пришел и искупил нас от всякого греха, от проклятия. Партнерство – это невероятная сила. В партнерстве мы можем достичь великих вещей. Телеканал СНЛ нуждается в партнерстве. Почему? Во-первых, мы являемся первым христианским телеканалом, и у нас нет западных хозяев или западных спонсоров. Мы являемся нашими, бывшими советско-союзными людьми. Во-вторых, многие люди ждут, что кто-то из Запада будет помогать. Но почему мы не должны помочь самим себе? Ведь это наша земля, ведь это наша родина, ведь это наша территория, ведь Бог нас поселил вместе, дал нам общий язык, дал нам общее видение. И почему бы нам не позаботиться о своей земле? В-третьих, партнерство – это зрелость. Когда мои дети были маленькие, я о них заботился, моя жена о них заботилась, мы их взращивали. Но когда они выросли, они стали нашими партнерами. Сегодня они участвуют в моей жизни, сегодня они поддерживают, я ожидаю от них партнерства. Драгоценный телеканал СНЛ проповедует уже много лет. И вы знаете, за эти 10 лет, которые мы вещаемся, а мы первый христианский канал на русском и украинском языке, мы ожидаем от наших зрителей участия. Конечно же, мы понимаем, что вы потребляете помазание, слово, проповеди, и мы делаем все, чтобы ваша жизнь менялась. Но знаете, пришло время, чтобы вам повернуться и сказать, я хочу поддержать то, откуда я питаюсь духовно. Телеканал СНЛ – это духовная пища на каждый день. Я прошу вас, пожалуйста, поддержите нашу работу. Примите активное участие в созидании телеканала СНЛ. Вместе мы можем очень многое сделать. Вместе мы можем принести изменения на эту землю. Вместе мы можем проповедовать Евангелие тем людям, которые еще не знают. Если вы утвердились, если вы уже во Христе, если вы укрепились, если вы зрелый человек, давайте вместе делать что-то великое. Я благодарю вас за ваше участие. Я хочу сказать спасибо тем, которые уже поддерживают христианское телевидение. Давайте вместе изменим этот мир. Давайте проповедовать Евангелие Иисуса Христа до краев земли. И нам не будет никакого ограничения. И мы с собой на небеса заберем миллионы людей. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за ваше решение и желание поддерживать христианский телеканал СНЛ. Вместе мы сила. И от себя лично я хочу сказать спасибо всем моим друзьям и партнерам. Спасибо за ваше доверие. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Я сделаю все, чтобы Евангелие проповедовалось для наших людей на русском и украинском языках. Пусть Бог благословит вас. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, которая является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СНЛ. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СНЛ помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.